Дима Билан! От тяжелой болезни почти в полном одиночестве. Все звезды, которые были обязаны ему своей карьерой и славой, унеслись на другую орбиту и про него забыли. Это было для Юры тяжелой историей, потому что он считал, что Биланова принял. Он был одним из самых влиятельных воротил российского шоу-бизнеса и говорил, что способен сделать звезду из любого персонажа. Дайте мне миллион долларов, лучше два, и приведите с поля козу, с бубенчиком. То есть я отмою, причешу, научу Пете, и через полгода она будет звезда. Начало 90-х. Один из ресторанов Москвы. Сходка королей криминального мира. Производственное совещание авторитетов прерывает появление маленького худого человека. Это музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис, которого знали все, кто был не в ладах с законом. Когда он вошел туда, 40 человек встали. 40 человек. 40 воров в законе. Ну 40 человек. И мы пошли по руке. Он пожал руку каждому. Юра, молодец. Юра, молодец. Ухоженный человек в костюме от Армани, благоухающий дорогим парфюмом и бритоголовые синяки. Человек, зажигающий звезды, среди которых группы кино, динамит, технологии. Певцы Влад Сташевский, Тима Билан, Катя Лель и урки, которые любят исключительно тюремный шансон. За что они уважали Айзеншписа? И как он стал авторитетом для криминального мира? На самом деле Айзеншпис – это книжка, которую нужно дочитать хотя бы до середины. Потому что первые страницы могут и не понравиться. Но после середины уже оторваться было невозможно. У Юрия Айзеншписа было немало прозвищ. Его называли крестным отцом российской попсы, баханом от шоу-бизнеса, папой Карла, способным заставить петь любое полено. Сокращали сложную фамилию до короткого «Шпис» или звали по отчеству «Шмильевич». И все признавали, что ему очень подходила его фамилия, которая переводится как «железный стержень». Он заслужил свой авторитет, заслужил свой авторитет, и его боялись. Юрий Шмильевич Айзеншпис родился в 1945 году в городе Челябинске. Окончил Московский экономико-статистический институт. В первый раз был арестован в 1970 году. В местах заключения провел 18 лет. С 1988 года ведущий музыкальный продюсер России. В начале 90-х в России одними из самых богатых граждан становятся артисты эстрады. И те, кто стоит за ними, продюсеры и организаторы концертов. И за всеми ними охотятся представители разных ОПГ, настойчиво предлагая крышу минимум за 20% от всех звездных доходов. Подходит амбал мордастый. Сразу видно, кто это. Сразу же у меня отторжение, потому что он противный. И спрашивает, вам защита нужна? И тут во мне вскипает кровь кощевника. Говорю, я всегда смогу защитить себя сам. Спасибо за помощь. Но ни одному бандиту и в голову бы не пришло наехать на Юрия Шмелевича Айзеншписа. За его плечами был богатый тюремный опыт. И он был настоящим продюсером в законе. Конечно. Айзеншпис был ярким представителем зоны. Где был сходняк, где был там... Я не знаю этих слов даже. Общак там, я не знаю, авторитет. Ну, вот эта хрень. Он был практически, как это называется, у них... Когда у них идут разборки, стрелки. Ну, вот он был главный. Разводящий. Разводящий. Все же часто лезли наружу. С обидчиками Айзеншпис разговаривал так же, как в колонии строгого режима. Я написал статью про Влада Сташевского не очень лицеприятное. Потому что считал, что это никудышный проект абсолютный. Айзеншпис меня выловил где-то в клубе. Именно выловил. Прижал к стенке и прям на такой вот просто бандитской криминальной фене начал мне просто угрожать. Да я тебя, да я тебя сгноблю. Да твою голову найдут отрезанной в Москва реке. И именно потому, что 18 лет он провел на зоне, Айзеншпис, по мнению многих, прохладно относился к женщинам и предпочитал молодых мужчин. Привычка к однополым связям тоже родом из лагерного прошлого. У них ведь как? У них, собственно, вступление в связь в качестве активного партнера, это не считается вообще зазорным. Это не считается, что ты как это, гей там или что-то. Это вот, ну, это типа, это нормально. Музыкальный критик и друг Айзеншписа Артемий Троицкий говорил, с именем Юа связывают появление голубого лобби в шоу-бизнесе. Якобы сначала к продюсеру крутые приводили для раскрутки любовниц, а потом стали приводить любовников. Я не поддерживал его в этом направлении и говорил ему об этом. Он огорчался. Отчасти из-за этого мы с ним почти прекратили общение. Слухи о нетрадиционной ориентации Шписа до меня доходили, но упрекнуть в чем-либо конкретном его не могу. Я по своей жизни не коммерсант, я творческий человек. Во главу угла ставлю творческий процесс, а потом что получится. Первый раз в тюрьму Айзеншпис попал в 1979 году. Молодого специалиста статуправления Юрия Айзеншписа взяли с поличным. В его карманах обнаружили 17 тысяч рублей. А в квартире приятеля Айзеншписа 10 тысяч долларов, несколько килограммов золота и баулы с импортными вещами. Опись изъятого заняла 7 страниц. Злостному спекулянту Айзеншпису дали 7 лет и отправили в лагерь в Красноярской области. Он говорил, что его третировали первое время, пока он не показал вот эту как раз еврейскую смекалистость по поводу ведения хозяйства. Он на зоне организовал пошив, халатиков, тапочек и всего прочего. С Димой Биланом, недавно приехавшим в Москву провинциальным талантом, Айзеншпис столкнулся случайно и мог бы просто пройти мимо. Но у Шписа был уникальный нюх. Он нашел его музицирующим где-то в гостях. Айзеншпис говорит, что он обомлел, глядя на это. Что пред ней ты, утро майское, ты, Дуброва, матереная. Дима Билан, которого тогда звали Виктором, был готов вкалывать за деньги, которых ему хватало только на еду и бензин. В Москве он начинал с работы грузчиков в магазине и встречу с Айзеншписом воспринял как уникальный шанс, упустить который нельзя. Но его музыкальный папа оказался человеком с неоднозначной репутацией. Было неоднозначное отношение к Юрию Шмичу Айзеншпису. При всем моем... Нет. Со стороны общества. Это были жесткие, достаточно кабальные условия. И артиста там, по сути дела, у него никакой воли не было. Он выполнял волю продюсера. Куда продюсер скажет, туда и артист и пойдет. Айзеншпис с немытьем, так катанием добивался ротаций на радио и выступлений на телевидении. Находил деньги на клипы, устраивал подопечным победы в разных конкурсах. Но платил артистам оскорбительно мало. Билан приходил к нему вот на начальном этапе, приходил к нему просто побираться. Дай мне займы, там, 100 долларов, 200 долларов. Айзеншпис специально держал своих артистов в черном теле. Так он боролся с угрозой звездной болезни. И выжимал из подопечных предел их творческих возможностей. Внушая, что главное в их жизни – сцена. А все остальное – этого Айзеншпис не позволит. Был момент, когда я очень сильно был влюблен. И, наверное, полтора года просто сходил с ума. А мы как раз уже подписали тогда документы всякие, да. Там, энное количество лет. И я, в общем, устал ставить под сомнение вообще свою профессию. Это были гулянки вообще по всей Москве. С теми людьми, которых вы так деликатно называете артистами, без тирании обойтись невозможно. Если вы не хотите видеть к утру, в моменту записи, человека расхристанного ввиду ночных гуляний и так далее, то, значит, вы ничего не смыслите в продюсерском искусстве. Он собирал людей по крупицам. Конечно, он требовал жесточайшей железной дисциплины. Конечно, это отдавало сталинизмам. Конечно, это отдавало палочной дисциплиной. Но при этом Айзеншпис искренне восторгался талантом Билана и считал его достойным всех мыслимых и немыслимых наград. В 2002-м певец отправился на конкурс «Новая волна», но занял там всего лишь третье место. Его продюсер чуть не умер от инфаркта. Как же Айзеншпис переживал? На нем просто, ну, вот лица не было. У него лицо было землистого цвета. Каждый раз, когда обижали его подопечного, мы его на руках выносили к машине. Это вот до такой степени не толстокожий человек. Айзеншпис занимался Биланом три года и считал артиста одним из главных своих достижений. Но незадолго до смерти продюсера певец покинул своего папу Карла. Просто эмоциональный финиш произошел. Там своя сломанная ситуация была. Музыкального продюсера Юрия Айзеншписа называли главным паханом нашей эстрады. Он провел в местах заключения 18 лет и внушал всем страх и ужас, несмотря на то, что был маленьким, тщедушным человеком. Метр двадцать в прыжке, как мы называли его смешно. Юрий Шмельевич Айзеншпис готов убить любого, кто случайно произнесет его отчество, как Шмельич. С гением продюсерского искусства никакой фамильярности. А где-то полгода назад он все из тех же эстетических соображений закрасил благородные седины на голове черной краской, после чего по кулуарам поползли упорные слухи. Юрий Шмельевич отправился на поиски новой однополой любви. Про Айзеншписа рассказывают абсолютно ужасные вещи, кроют, на чем свет стоит, и считают самым большим монстром шоу-бизнеса. Если Айзеншписа что-то злило, то он долго не думал. Просто бил человека сам или давал приказ ФАС своим охранникам. И особо продюсер ненавидел назойливых журналистов. Я видел, как один раз он фотоаппаратом ударил человека, который назойливой мухой кружил просто на юрмале. Я видел, как он ударил звук режиссера, который был на две головы выше Айзеншписа. Первые большие деньги Айзеншпис сделал на группе кино. Песни Виктора Цоя он впервые услышал в тюрьме, и они его поразили. В популярности Виктора Цоя есть частица моего труда. Этим я горжусь. Группа кино родилась и состоялась без него. Но Айзеншпис превратил ее участников в очень богатых людей. И сам заработал миллионы. Кино в последние, скажем, годы жизни Цоя на пике своей формы приносили гигантские деньги. Ездили так, что все об этом только... О таких гастролях могли только мечтать. Это был удачный союз. Цой писал песни и выходил на сцену. Айзеншпис обеспечивал стадионы и немыслимые цены на билеты. Возил группу на правительственной чайке. Устроил ей съемки в программе «Взгляд». Выяснял отношения с рэкетирами. В Ташкенте у него вымогали 40 тысяч рублей за то, чтобы музыканты кино попали в аэропорт. Он умел договориться со всеми. Он из Цоя сделал человека по машину, по зарабатыванию денег, но при этом вывел его на такую ступень качества, что Виктор Цой до сих пор слушается свежее в музыкальном смысле, в сугубо музыкальном, чем многие ныне живущие рокеры. Как он заставлял его переделывать песни. Человек без музыкального образования. Сначала советы Айзеншписа Виктора Цоя задевали, и он требовал оставить его творчество в покое. Но со временем стало понятно. Этот маленький человек, у которого не было музыкального образования, вчерашний зэк способен улавливать очень тонкие вещи. И точно сказать, что нужно армии фанатов группы. Это реально физически с концертов выносились нишки денег. Богатые. По тем временам это были богатые люди. Он купил Цою машину, позвонил мне, бросил в сумку деньги и сказал, поедешь с Витей и заберете машину в АЗЛК. Пройдет совсем немного времени, и Виктор Цой разобьется на этом москвиче. И в музыкальной тусовке будут говорить о том, что Айзеншпис мог подстроить это специально. Купил не Мерседес, не Волгу, а автомобиль, который тогда ругали все, кому не лень. Что Цой собирался от него уйти, уехать жить во Францию. Вот Айзеншпис и посадил его в машину смерти. Как-то так в подпяти я спросил, говорю, Юрий Шмидович, а вот такие слухи ходят, что он мне сказал, ты что, дурак? Ну, какой идиот будет убивать курочку, которая несет золотые яички? Что случилось тогда, в августе 1990 года, неизвестно до сих пор. То ли Цой уснул за рулем, то ли его занесло на скользкой дороге. А водитель, он был довольно неопытный, потому что еще той весной 1990 года, когда был март, и была плохая погода, он ко мне хотел приехать на дачу. И пошел с утра такой ледяной дождь, и он говорит, слушай, я не поеду, я так еще не уверенно себя чувствую в такую погоду. Смерть ждет человека на каждом углу. Я считаю, что это был несчастный случай. Гибель Виктора Цоя стала потрясением для миллионов людей. Айзеншпис придумал очередной коммерческий ход, который принес ему просто дикие деньги. Он выбросил на рынок черный альбом, последний сборник Виктора Цоя, который якобы был найден в искореженной машине рядом с мертвым телом. На самом деле это была большая ложь. Песни собрали в альбом уже после смерти Цоя. Но тираж черного альбома превысил 1 миллион 200 тысяч экземпляров. Для России в то время это был рекорд. Айзеншпис и его партнеры заработали в 10 раз больше, чем вложили. Вложил большие деньги, а вытащил еще больше несколько раз. Вот это капитализм в чистом виде. Айзеншпис ворочил миллионами долларов. И многие говорят, что, как правило, эти деньги очень плохо пахли. В карманы ушлого продюсера стекался черный нал от разных бандитов, которые с удовольствием принимали участие в очень интересном деле – российском шоу-бизнесе. Шоу-бизнес, он всегда был связан с мафией. Весь американский шоу-бизнес придуман гангстерами, они в него вкладывали деньги. И наш не исключение. Все, кто близко знали Айзеншписа, говорят о том, что его жизнь была расписана по секундам. Он все время работал или с кем-то общался, но при этом был очень одиноким человеком. У него не было семьи. И по-настоящему его никто не любил. Родственники видели в нем только источник денег. К нему приезжали за конвертами денег. Я не видел особенной близости, никакой сентиментальности я не наблюдал. Айзеншпис женился в 47 лет. Елена Кавригина была помощницей режиссера. Познакомились они на одном из музыкальных фестивалей. В 93-м у пары родился сын Миша. Но семейная жизнь была несчастливой. Айзеншпис вел себя как абсолютно свободный человек. Часто приходил под утро. До рождения ребенка Елена это терпела. А потом решила бороться с похождениями мужа. Начались посягательства и скандалы. Требований и претензий стало куда больше, чем раньше. Может, вполне и разумно, но меня это начало раздражать. Тем временем я купил квартиру напротив дома, где жил. Сделал там ремонт. И когда наш конфликт перешел в неуправляемую стадию, переселил жену с сыном туда со скандалами и слезами. Миша приходил, сын, приходил к нему иногда в офис. В сыне он душе не чаял и относился к нему очень тепло. Насколько мог этот человек проявить какое-то тепло? В феврале 2014 года Михаил Азиншпис был задержан в Москве за хранение наркотиков. У него изъяли большую порцию кокаина. Парень был под кайфом. Сын великого Шписа не нашел себе в этой жизни достойного тела. И друзья продюсера считают, что вырасти другим он просто не мог. У мальчика не было нормальной семьи. Скандалы родителей и жизнь, потом сброшенной и обиженной матерью, нанесли его душе непоправимый ущерб. А отцу вечно было некогда. Видел он его и других своих близких очень редко. Иногда придешь, Юра, ну поговори с нами. Он говорит, некогда. Вот у него 3, 4, 5 телефонов. И он только успевал вот так, по одному, по второму, по третьему. То есть он был как пульт управления планеты Земля. И у него это очень здорово получалось. Дмитрий Билан покинул Айзеншписа, когда продюсер тяжело болел. И всем, кроме него самого, было понятно, что осталось ему совсем недолго. Он дико исхудал, у него была рвота с кровью. Желудок принимал только жидкую кашу. Врачи боялись инсульта. В тюрьме у Айзеншписа были отбиты почки, и смертельно пострадала печень. Юрий Шеменович дружил и с Виктором Батуриным, и с Яной Рудковской. В определенный момент Яна Рудковская решила, что она сможет быть продюсером. И было предложено Юрию Шеменовичу серьезная сумма денег. Айзеншпис относился к очень алчным людям и выгоду искал во всем. Но продать своего артиста это было невозможно. Даже если предлагают миллионы. Он говорит, ты понимаешь, в чем дело? Это же вот душа в него вложена. Ну как же, душу же не продашь. В этом человеке было намешано очень много несовместимых черт. Страшная жадность и бескорыстность. Мстительность и благородство. И удивительная преданность делу. За несколько часов до смерти просил принести телевизор, потому что по МТВ, видите ли, должны были показать новый клип Билана. А врач мне говорит, у него ноги холодеют, а он хочет смотреть клип Билана. После гибели Виктора Цоя Айзеншпис решил доказать всей музыкальной тусовки. Он великий продюсер, который может делать деньги из воздуха. И для того, чтобы заколачивать миллионы, сойдет любой материал. Главное, не артист, а раскрутка. Громкое имя и бешеная энергия Юрия Айзеншписа. Он четкий такой, прагматик, и он предвидит экономическую целесообразность. Я не буду тебя больше ждать. Почему из тысяч поющих мальчиков он выделил именно Влада Сташевского, было и остается загадкой для всех, кто интересуется историей российского шоу-бизнеса. Коллеги по музыкальному цеху считали, что Айзеншпис сошел с ума. Прости меня, Влад Сташевский, я ему сказал, что за идиота, что ты его взял, за чем его взял, бесполезняк. Порожняк абсолютно, ты ничего с ним не сделаешь. Безголосый Сташевский стал звучать буквально из каждого утюга. В его раскрутку Айзеншпис вложил 800 тысяч долларов. Клип «Любовь здесь больше не живет» показали на телевидении больше тысячи раз. Говорят, что в раскрутке этой песни помогал уголовный авторитет Александр Макушенко, известный как Саша Цыган. Лишь только эхо горьких слов, любовь здесь больше не живет. Он искренне был увлечен Сташевским как парнем, у которого, в отличие от артистов на тот момент, очень немосковское лицо. Я потом слушал много пакостей об этом союзе. Но ближнее окружение продюсера отрицает роман Айзеншписа со своими подопечными. Бабником его никто не рисует, но интимных отношений со своими буратинами этот папа Карло себе не позволял. Я откровенно могу сказать, глядя в глаза, что я ни разу не видел, чтобы у него были какие-то личные отношения с его подопечными. Ни разу. За пять лет сотрудничества с Айзеншписом Влад Сташевский выпустил четыре альбома, 17 клипов, получил в 96-м премию «Овация» как лучший певец года и приобрел просто бешеную популярность. Более голосистые и красивые исполнители скрежетали зубами от зависти. Бабло и энергия Айзеншписа творили чудеса. Возможно, слухи о нетрадиционной природе этого союза распускали прежде всего эти завистники. За тот же Айзеншпис, он спродюсировал не только его артистическую жизнь, но еще и спродюсировал его жизнь личную. Ольга Алешина была красивой и очень богатой невестой. Девушка выросла с установкой, что она принцесса голубых кровей и замуж выйдет исключительно за принца. Сташевский показался ей романтичным героем, парнем, поющим красивые песни про любовь, о котором мечтают миллионы девчонок. Влиятельный папа дал на союз добро, и молодые люди поженились. Владимир Алешин на момент знакомства его дочери с певцом был одним из самых богатых людей в Москве правой рукой Юрия Лужкова. Это были лужники. И Владимир Алешин была половина экономики, ходячая половина экономики Эстонии, Киргизии, Северной Гвинеи и семейства Батуринных, Лужковых. Айзеншпис считал, что здорово устроил судьбу Сташевского. И его хороший знакомый Владимир Алешин вольет теперь в его бизнес большие деньги. Но вышло все наоборот. Сташевский решил уйти от своего папы Карла. Жизнь в богатом семействе его радикально изменила. В парне с немосковским лицом появился невероятный снобизм и вера в светлое будущее без всяких айзеншписов. Влад Сташевский настолько поверил в собственное величие, что когда они там разошлись, с Юрой его спросили, Влад, ну как же вы теперь без Юрия Айзеншписа? Он на полном серьезе ответил прессе. Пресса потом не могла успокоиться, месяц, наверное, хохотала. Говорит, ну бог дал, голос не пропадал. Как известно, брак Сташевского с Ольгой Алешиной продлился недолго. И после развода певец оказался никому не нужен. Продюсеров, которые бы поверили в него, как когда-то Айзеншпис, не нашлось. Карьера артиста была закончена. А для Айзеншписа предательство Влада стало страшным ударом. Оказалось, что железный шпиц совсем не железный. Сын хлопает дверью и уходит из дому. Это было невозможно выдать. Айзеншпис держался, держался. Мы дошли до его машины. И я увидел старого человека, вдруг скукожившегося, плечи в голову и начал плакать у дверцы машины. Но для окружающего мира он всегда поддерживал имидж очень крутого и циничного бизнесмена. И про слезы его никто не знал. Айзеншпис тратил просто фантастические деньги на свою одежду и аксессуары. И выглядел, как итальянский мафиози. Он родом из нищего детства. У него советская власть отняла полжизни. Он хотел наверстать упущенное. Он родился в 1945 году в небогатой еврейской семье. Мама-медсестра, папа-парикмахер. Самая дорогая вещь в доме – телевизор. Самое лучшее воспоминание – отдых в Крыму, на который семья копит весь год, отказывая себе во всем. В юности Юра был отличным, подающим надежды спортсменам. В Советском Союзе профессиональный спорт был билетом в счастливую жизнь. Айзеншпис мечтал о медалях и зарубежных поездках. Упорно тренировался, был зациклен на результате. Но получил тяжелую травму. И тему спорта пришлось закрыть. Переключается именно в этот момент на музыку. Сам, не умея играть, не закончив ни одной музыкальной школы, не зная ни одной ноты, у него была просто поразительная любовь к музыке. В середине 60-х Айзеншпис услышал Битлз и Элвиса Пресли, а также заграничный джаз. И стал торговать виниловыми пластинками. Одна пластинка битлов стоит 120 рублей – месячную зарплату советского инженера. Айзеншпис становится самым известным в Москве барыгой, у которого можно достать все запретные музыкальные плоды до эпохи. Потом я стал возить оптом водолазки из Грузии. И из Армении туфли женские «Масис» была такая ферма. Я думаю, что она и сейчас есть. Я брал там, например, по 17-18 рублей, он у меня брал по 35 оптом. По 30-35. А потом в розницу отдавал уже по 50-60 водолазки. А в 19 лет он придумал и собрал группу «Сокол». И это было свежо и оригинально. Такого у нас на эстраде не было. Айзеншпис устраивал по всей стране левые концерты и становился все богаче. Например, он снимает кафе, договаривается с администрацией кафе, делает вот эти билеты, продает эти билеты, устраивает концерт, зарабатывает на этом. В то время в Москве было лишь несколько ресторанов с живой музыкой. Но исполняли ресторанные лабухи исключительно советские шлягеры. Айзеншпис предлагает публике мелодии загнивающего Запада. Группа имеет оглушительный коммерческий успех. Он гордо приносит в семью дорогие продукты и деньги, покупает родителям и сестре роскошную мебель. Но отец, простой советский человек, совсем не рад свалившемуся богатству. И разумно предполагает, что все это плохо кончится. Папа в это все время как бы вмешивался и говорил, откуда деньги. Вот с папой, конечно, скандалы были. Но Айзеншпис уверен, что бизнес этот абсолютно безопасен. Членами группы «Сокол» были мажоры, дети больших партийных шишек. Если что, папаши своих сыновей спасут. Там все номенклатурные были дети. Это была «Золотая молодежь». И там его тезка Юрий, гитарист, он был сыном начальника советской противовоздушной обороны. А другой музыкант этих же «Сокол» был сыном главного редактора журнала «Коммунист». Но получилось ровно наоборот. Именно благодаря принадлежности к советской знати «золотые детки» попали в поле пристального внимания КГБ. И всю эту историю решено было закончить. Комитет госбезопасности, который там, естественно, пас этих детей, именно потому что, чтобы там что-то не случилось серьезного, они в какой-то момент решили именно Айзеншписца изолировать. Айзеншписц закончил вуз, работал в статистическом управлении. Но на Лубянке становится известно, что живет он совсем не на трудовые доходы. И службу посещает редко. Его настоящая жизнь вертелась вокруг валютного магазина «Березка». Айзеншписцц был махровым спекулянтом, всегда имел плотные отношения с валютой, а в какой-то момент еще решил торговать афганским золотом. Так называли слитки, родом якобы из Афганистана, в которые умельцы для тяжести добавляли свинец. Это хуже, чем валюта. Это подрыв государственной валютной мощи. Ты понимаешь, говорю, что ты делаешь-то? В начале 90-х почти каждый россиянин пребывает в нервном состоянии, постоянной тревоге и усталости от решения бесконечных проблем. Сменилась власть, все стали жить гораздо хуже. ПЕСНЯ Хлеба нет, но зато появилось много зрелищ. Монументальные дивы советской эстрады уступили дорогу сексапильным девочкам, похожим на жриц любви, с незатейливыми песенками про любовь и мечты о принце. ПЕСНЯ Моя Маруська тут бегает полуголая по дому. Да пусть лучше на сцене бегает, а я пацанам покажу. Вон моя-то, смотри, он на сцене выступает, поет. И Юрий Айзеншпис готов помочь ребятам с большими деньгами запустить на звездную орбиту жену или подружку. Всей Москве известно, что он умеет все, добиваться эфиров на радио и телевидении, находить композиторов, которые напишут шлягер, придумывать имидж, делать артистов просто из ничего. Суммы, которые он просит за свои услуги, невероятные, но ему доверяют без звука. Вот эта глянцевая, гламурная картинка, лимузины, значит, наряды, лосины, пух, перья. Все хотели жить, все хотели быть звездами. Первые богати у нас были бандиты, и вот они пошли там, значит, покупать эфиры, места в концертах. Сейчас эти имена даже мы не вспомним. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Благодаря Айзеншпису зажглась звезда певицы Катя Лель. Девушка приехала в Москву из Нальчика в 94-м году. Мечтала о славе, но для этого нужны были большие деньги. И она нашла их. В нее влюбился известный бизнесмен Александр Волков. У него был недостаток, он был женатый. Но это не помешало многолетнему роману. Вызвали Сашу ***. Такой очень смешной человек, связанный с криминалом. И просто при мне он подсел к столику, за которым мы сидели, в клубе «Монолит». Был такой клуб, к организации, к которому тоже имел отношение, Айзеншпис. И сказал, что вот у него есть девочка, из которой он хочет сделать звезду. Волков заплатил Айзеншпису за раскрутку Кати огромные деньги и даже подарил Линкольн. Провинциальная девушка стала звездой. Огромные финансы обеспечивали ей одну победу за другой. Обе статуэтки престижной музыкальной премии «Овация» были действительно мной куплены по 15 тысяч долларов каждая. Пресса не забыла о популярной программе «Музыкальный ринг», где Лель якобы прямым зрительским голосованием заняла первое место. Наша звезда сразу обговорила с организаторами, что придет только если гарантированно займет первое место. За это я выложил тогда 5 тысяч долларов спонсорских. Александр Волков вкладывал деньги большие и задолго до смерти Волков мне передал документы о своих расходах на Катю Лель. Там миллионы долларов. Но пройдет 7 лет, и Катя Лель уйдет от Волкова. Они будут долго судиться, в итоге певицу обежут выполнять когда-то заключенный договор и делиться с Волковым доходами. Но она отрицает, что когда-то именно деньги позволили ей выбиться среди сотен других поющих девушек. И говорит, что главное для артиста – талант. Неумение быть признательным за то, что тебе сделали даже за 2 копеек. Неумение говорить спасибо за то, что тебе протянули руку. Вот это меня всегда удивляло в артистах. Отсидев 7 лет, на свободе Айзеншпис пробыл всего 3 месяца. Выйдя на волю, он вернулся к привычному делу – торговле импортным шматьем и, главное, валютой. Провернул операцию по сбыту 50 тысяч фальшивых долларов. За рецидив ему влепили 8 лет. Плюс 1 год и 8 месяцев, недосиженные в первый раз. Ведь его отпустили за хорошее поведение раньше срока. Второй срок он мотал в Мордовии. В зоне, которую за жестокость травов называли мясорубкой. Ни один гигант, ни один отарик, ни один БВП не выдержал бы даже 2 дней там. Там либо ты превращаешься в труху, тебя ломают. Либо вот у Юрия Шмидевича получилось по-другому. Он пришел, ручки, как после салона из маникюра. То есть физически не работал. Только вот именно производство. Среди героев российского шоу-бизнеса ходит немало легенд про знаменитого продюсера. Самая популярная байка про последнее слово на суде Айзеншписа. Он встает и говорит, ну и фиг с вами. Выйду через 10 лет, все равно у меня под яблоней миллион зарыт. Вся Москва об этом говорила, что он сделал это заявление. Вся Москва говорила, что после этого заявления на суде весь участок его дачу, просто весь перерыли, полностью перерыли. Искали под этой яблоней миллион. На свободу Юрий Айзеншпис вышел в 1988 году, в разгар перестройки. Будущему миллионеру негде было жить, квартиру конфисковали. Друзья зарабатывали неплохие деньги, жили очень весело. И первое время вчерашний зэк чувствовал себя в их компании неуютно. Он очень сильно похудел. Он был всегда такой, он был как пекинес. Сытый пекинес. У него такие губки. И сюда пузико было чуть-чуть, а уже из тюрьмы вышел сухонький. Но уже через год он был продюсером группы Кино. А потом появился Влад Сташевский, бывшая стриптизерша Саша, группы Динамит и Технологии. Айзеншпис стал самым богатым персонажем российского шоу-бизнеса. Я отработал ему в Лужниках пять концертов. Пять или шесть, пять. И он пытался мне не додать денег. Я говорю, Юр, мы с тобой договорились на цену. Отдай цену. Ну, потом он что-то вихлял-вихлял, пришлось прижать, и я расстался. В музыкальные тусовки про жадность Айзеншписа ходили легенды. Он заключал с артистами просто кабальные договоры. И вырваться из его железных лап было невозможно. Эту песню я не напишу никогда. Он получал 60% по этому договору, обещая, соответственно, вкладывать какие-то бешеные деньги в нашу раскрутку, в записи, т.д. и т.п. В результате он ничего этого не делал. Технология была клоном популярной группы Дипешмод. И талантливые ребята были очень плодовиты. Сами писали песни и готовы были давать по четыре концерта в день. Он продавал нас очень дешево. Мы стоили раз в два дешевле, чем могли бы. Он брал балом. Условно говоря, там реально цена группы Технология была, к примеру, 10 тысяч рублей. Он нас продавал по пять, но не на один концерт, а на три концерта. Участники группы Технология в итоге захотели сбежать от своего карабаса-барабаса. Им надоели жалкие проценты и выматывающий график гастролей. Но для развода с Эйзеншписом пришлось обращаться к криминальным авторитетам, потому что музыкантов продюсер за людей не считал и отпускать не собирался. Переговоры о судьбе группы Технологии походили на сцену из гангстерского боевика. Он кричал, топал ногами, брызгал слюной, очень умирал. Говорил, что вы неблагодарные сволочи. А бандиты послушали и сказали, Юр, ты не прав. Ребята правы, и ты им должен. Но Эйзеншпис утверждал обратное. Говорил, что авторитеты тогда были на его стороне, а технология просто в страхе убежала, за что поплатилась своей популярностью. Только у Эйзеншписа были разом уникальные музыкальные, криминальные и коммерческие связи. И поразительная работоспособность. Он спал по 3-4 часа в сутки и не давал спать другим. Круглосуточно слушал радио, смотрел телевизор, проверял, крутят ли песни его подопечных. О, я этот феномен знаю до мелких деталей. Потому что этот феномен... Мозг по 2 часа каждое утро. Он мне звонил и жаловался на того, рассказывал про это. Артисты, благодаря ему, становились популярны в рекордно короткие сроки. Но должны были смириться с тем, что периодически им придется выезжать на субботники. Бесплатные концерты для многочисленных друзей Эйзеншписа из криминального мира. От этого тогда не могла отвертеться ни одна знаменитость. В банях это было, в таких больших саунах. Это было повсеместно. А на сходки криминальные, конечно, ездили артисты и выступали там. В 2005-м Эйзеншпис попал в реанимацию. У продюсера случился инфаркт. Его сердце, сказали врачи, было настолько изношено, что непонятно, как он вообще дотянул до 60 лет. У его постели не было артистов, которых он запустил на звездную орбиту, друзей и партнеров по бизнесу. Ослабевший Эйзеншпис был уже никому не нужен. Но он рвался в бой и отказывался понимать, что жизнь стремительно уходит. За пару месяцев до его смерти я приехал его навестить в больницу. После операции он был. Я думал, что человек после операции на сердце будет лежать под капельницами. Но во всяком случае я ожидал его таким увидеть. Но когда я открыл дверь, он говорит, ну что ты так медленно, давай быстрее-быстрее собираемся и валим отсюда. Дома его иногда навещала бывшая жена, но отношения между ними были давно прохладными. Встречи эти были короткими, ничем Эйзеншпису не помогали. Умер Юрий Эйзеншпис 20 сентября 2005 года от сироза печени и очередного инфаркта. Мне звонит девушка Оля Алексеева и говорит, вы знаете, Эйзеншпис умер. Я не поверил, я чуть в столб не въехал, клянусь. И для меня это был шок. На поминках всегда говорят исключительно хорошие слова. Так и было. Все пели продюсеру Дифферамбы. И жена, которая с ним не жила, и друзья, которые в последнее время его забыли. Все дружно осуждали подопечных Эйзеншписа и особенно Диму Билану. Пока родило то, что никто из них так не проявился, не написал какую-нибудь статью. Я, честно говоря, больше всего ждал, когда Дима, ну, что Дима должен что-то написать такое. Но почему-то он это не сделал. Жадный и щедрый, тонкий и циничный, творческий и прагматичный. Человек с замашками вора в законе, с невероятной энергией и умением договориться со всеми. В 2005-м умер эталонный образец воротилы российского шоу-бизнеса. Какой бизнес, такой и эталон. Для меня существует такой термин, как парадокс Эйзеншписа. Это когда ты делаешь то, во что никто не верит. Но это срабатывает. Эти люди урвали огромные, фантастические деньги. Жили как короли и могли купить себе все. Самые роскошные вещи, любовь и дружбу, власть. Это стоило сделок с совестью, а иногда и жизни. Узнайте тайны крупных состояний, возникших неоткуда, и удивительные истории российских миллионеров.